Сыпь на лице и проблемы ЖКТ Значит, смотрите, сыпь на лице Сыпь вообще может быть в разных местах Может быть на лице, может быть где? На других частях тела На руках, на ногах, на груди, на спине, на животе От того, где она находится, зависит, что это такое Иногда это бывает связано с ЖКТ Иногда не бывает связано с ЖКТ Иногда, возможно, ЖКТ провоцирует проблему на коже Для того, чтобы грамотно и четко это понятие определить Надо сделать очень простую историю Надо сходить к дерматологу, который разбирается в сыпи И он вам скажет, как эта сыпь правильно называется Исходя из того, как она называется И какие проблемы есть с ЖКТ Можно это сопоставить И становится понятно Да, вот, например, розация не связана с ЖКТ Или, например, акне, вторичные акне, поздние акне Не связаны с ЖКТ, но ЖКТ может их провоцировать Например, склеродермия может быть связана с ЖКТ И так далее В общем-то, от точного названия сыпи Появляется понимание, что делать дальше Еще больше полезных знаний о здоровье в моем профиле Также вы можете задать свои вопросы на прямых трансляциях в соцсетях И бесплатно изучить материалы, которые я подготовил для вас Где еще больше полезной и качественной информации Все ссылки в профиле Подписывайтесь и ставьте лайки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!